Привет, меня зовут Толстиков Михаил. Что вы подумаете, если я скажу вам, что вот этот снимок сделан на камеру обычного смартфона? Вы скажете, ничего удивительного, чувак, я могу точно так же. Да, вы можете сделать точно так же. Но что если мы добавим немножечко интриги в этот снимок? Выглядит немного круче, правда? Как постер какому-то голливудскому фильму. Типа район номер 9 продолжения. Окей, в этом видео я покажу вам, как я сделаю этот снимок. Поехали! Миша, куда поехали? У тебя нет машины, ты же фотон как мишеброд. Как вы уже, наверное, успели предположить, работать мы будем в фотошопе. Но это не совсем так. Для того, чтобы воссоздать физически правильные явления света и тени, нам потребуется пакет для трехмерного моделирования 3ds Max. В нем мы и будем работать. Загружаем 3ds Max и вставляем в него на бэкграунд наше фото. Нам оно нужно для того, чтобы расставить наши объекты в сцене. Создаем виртуальную поверхность из плейна. Этот плейн будет служить для имитации поверхности дороги. Далее создаем виртуальные трехмерные боксы. Они служат для того, чтобы создать имитацию расположения домов. Для того, чтобы было не видно самих объектов, натягиваем на них специальную текстуру. Это прозрачная текстура, благодаря которой не видно самого объекта, но он принимает на себя свет и тень. Виртуальный объект самой НЛО тарелки я взял на просторах интернета. К сожалению, сам я не очень люблю моделировать, так как этот процесс очень кропотливый и долгий. Я больше люблю заниматься визуализацией. Для того, чтобы наш объект выглядел еще реалистичнее, обязательно применяем к нему текстуру. Создаем и располагаем источник света в нашей сцене. Он служит для имитации солнца. Располагаем его в том же месте, в каком оно у нас было фотографии. Правильное использование источников света в любом изображении, будь то фотография или 3D, это залог качественного продукта. Обратите внимание, что созданные трехмерные объекты боксов также отсекают поверхности НЛО тарелки. Наша фотография практически готова, но здесь чего-то не хватает. Чтобы сделать фотографию еще реалистичнее, в нее необходимо добавить атмосферу. Этим мы и займемся с помощью специальной текстуры от Corona Render. Атмосфера придает снимку эффект глубины. Ее очень часто делают в фильмах. Наш снимок готов. Ну а теперь переходим к фотошопу. В фотошопе мы немножечко дорабатываем детали снимка. КОНЕЦ Если вам интересен такой материал, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Таких выпусков будет еще несколько. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!